здравствуйте дорогие рукодельницы хочу вашему вниманию предложить сегодня вот такой вот интересный узор узор очень красивый подойдет как для отделки замес резинки можно связать самостоятельно и какой-то изделий джемпер топики летние для палантина подойдет такой узор очень красивый для что он несложно состоит всего-навсего из 4 петель из узор и восьми рядов вот так этот узор выглядит лицевой стороны вот так вот с изнаночной довольно интересный такой получается за давайте приступим к вязанию я вам буду показывать только петли рапорта 4 петли рапорта уже довязывать как будто за кадром или просто тихонечку не будет ничего говорить для вязания этого узора понадобится дополнительная спица ну кто давно вяжет могут как бы без полоски собаки я буду перекидывать на булавочку поскольку перед камеру не очень удобно просто без всего обойти хотя в процессе за не можно не пользоваться одни дополнительные спицы не было при наборе при вязании набираете петли кратные 4 и вот это все учитывайте плюс 2 кромочных ведь у меня 5 рапортов и 2 кромочных 22 петли я сказал я покажу так 1 4 снимаю кромочную дальше у нас идет изнаночная петля затем мы будем делать перекрещивание как я уже сказал вот про дополнение спицу снимаем этот первую петлю на дополнительную спицу перед работой и оставляем провязываем вторую петлю лицевой затем эту петлю возвращаем на левую спицу дополнительной спицы и провязываем тоже лицевой дальше у нас идет одна изнаночная рапорт на этом закончился повторяем все сначала опять вяжем изнаночную петлю и перекрещиваем две петли на лево у нас получается снимаем первую петлю оставляем ее перед работой затем провязываем вторую петлю возвращая петлю со спицы дополнительной провязываем затем вяжем изнаночную петлю и так вяжем весь ряд до конца довязали моря до конца вяжем изнаночную петлю кромочная дальше у нас второй ряд вяжем его весь полностью по рисунку я не сказал в начале схемы я оставлю в конце видео снимаем кромочную там где у нас были изнаночные петли мы вяжем лицевыми где были лицевые вяжем изнаночные изнаночные петли 5 изнаночная петля лицевая это петли раппорта продолжу еще раз лицевая 2 изнаночных лицевая и так провязываем весь ряд до конца провязали второй ряд следующий будет на 3 ряд опять снимаем кромочную провязываем две петли вместе с наклоном вправо подхватываем две петли и провязываем за переднюю стеночку дальше на цвет 2 накида 1 накид и 2 накид бабку сильно еще раз скажу так накиды и еще раз как баку такая получаем нас две петли вместе с наклоном влево провязываем их протяжкой одну снимаем вторую провязываем и снять и петлю протаскиваем через провязанную вот провязали мы 4 петли раппорта я говорю две петли вместе за переднюю стеночку затем делаем 2 накида и еще две петли провязываем с наклоном влево вяжем ее за заднюю вернее протяжкой и так весь ряд вяжем до конца 2 петли вместе лицевой наклоном вправо 2 накида затем две петли вместе с наклоном влево тоже лицевые петли провязан протяжкой провязали ряд дальше кромочные кромочные провязывать лицевой а вы значит в значном ряду изнаночной петлей провязываю концы работ поворачиваю дальше нас 4 ряд я что следующим образом снимаем кромочную будет нас изнаночная петля которая была лицевая мы ее провязываем изнаночной петлей накид и провязываем следующим образом 1 накид мы провязываем за переднюю стенку лицевой петлей 2 накид мы провязываем лицевой за заднюю стенку идет накид мы заводим вот так вот пиццу за заднюю стенку и провязываем дальше у нас идет опять изнаночная петля тут уже видно всю присылку опять изнаночные петли дальше лицевой петли провязываем за переднюю стенку первую 1 вернее накид 2 накид за заднюю стенку опять изнаночная петля и опять провязываем за переднюю стенку 1 накид за заднюю стенку 2 накид и так вяжем все до конца закончили 4 ряд кромочная петля изнаночной петли провязана 5 ряд вяжется следующим образом вот сейчас мы провязываем одну лицевую петлю это как бы сейчас я буду пока это перед рапортом лицевая затем идет на 2 изнаночных и одна петля которую нужно будет перекрестить налево вот мы снимаем и дополнительность на дополнительную спицу это как бы петли перед рапортом то что я вначале вам рапорт показала они одинаковые что в рапорте что перед рапортом вот пятна ряду как вот это учитывается а сейчас уже вот начинается петли рапортов 1 петля рапорта и перед рапортом возвращаем на спицу провязываем ее дальше у нас идет 2 изнаночных петли и опять петля которые перекрещивается вот мы снимаем дополнительную спицу вот это нас получается петли рапорта петля с дополнительной спицы 2 изнаночных и опять петля дополнительный спиц и все повторяется вот эта лицевая петля вначале ряда она больше нигде не участвует еще в конце я точно так же провязывается его петлю это как будто 5 ряду только однократно так получается провязываем лицевой возвращаемся снятым эту петлю дополнительный дополнительный спиц провязываем тоже лицевой опять у нас идет 2 изнаночных провязываем 2 изнаночных ряд заканчиваем затем одну лицевую перед кромочной вяжем и вяжем кромочную 5 ряду как бы вот этих дополнительные заполнительные они а то что-то они репсунг немножко меняет а так в остальных рядах учет на все повторяется как в рапорте дальше 6 ряд он и нас изнаночной степени вяжем по рисунку снимаем кромочную смотрим 1 нас изнаночная петля идет она была лицевой дальше у нас идет 2 лицевых которые были изнаночными затем опять 2 изнаночных идет не верится вы и так провязан здесь я задачу нас идет 7 ряд снимаем кромочную 4 петли перед рапортом но они точно такие же как и в рапорте делаем накид провязываем 2 петли вместе с наклоном влево одну снимаем вторую провязываем и протаскивать через провязанной протяжкой провязан наклон влево дальше две петли вместе с наклоном вправо провязываем две петли за переднюю стенку дальше нас опять идет накид 4 петли раппорт но повторяем раппорт опять делаем накид 2 петли вместе с наклоном влево и моим одну петлю второй провязываем протаскиваем через снятую затем 2 петли вместе с наклоном вправо провязываем две петли вместе за переднюю стенку опять делаем 2 накида опять две петли вместе с наклоном влево потяжкой то нас ведет две петли вместе наклоном вправо на переднюю стенку и так вяжем все до конца это стоит последний ряд последний ряд изнаночный у нас будет вязаться по рисунку и кромочная петля когда делать накид дополнительно взять и пересчитывать что будет не ошибиться работу переворачиваем дальше нас идет 8 ряд у нас изнаночной снимаем кромочную и накиды мы вяжем лицевыми петлями провязываем накид лицевой петли за переднюю стенку дальше нас ведет 2 изнаночных петли затем идет накид за переднюю стенку второй накид мы провязываем за заднюю стенку опять 2 изнаночных петли у нас идет опять за переднюю стеночку накид это зайдем ромочный кромок вяжем на кончиком этот узор вот такой узор у нас получился как вы сами заметили не очень сложный вот эти наклона влевает когда мы спит петли снимают дополнительную спицы наклона вправо на суду когда мы вывязываем за переднюю стеночку такая как бы решетка получилась с накидами с дырочками решетка с дырочками получается интересный узор такой простенький спасибо за внимание спасибо что смотрится меня подписывайтесь на мой канал ставить лайки оставляйте свои комментарии не забывайте также ставить значок оповещений чтобы узнать о новых видео как я уже сказал в начале схема вязанию я поставлю конце видео всего доброго до свидания оставляйте свои комментарии